Добрый вечер, друзья! Программа «Вперед, Николаев!» И сегодня у нас в гостях депутат городского совета Сергей Анатольевич Кантор. Человек, который, пожалуй, единственный в наше сложное время финансирует футбольный клуб «Николаев». И мы видели с вами, как в первом круге команда играла. И благодаря именно этому человеку футбольный клуб «Николаев» сейчас существует. Сергей Анатольевич, добрый вечер! Добрый вечер! Сразу такой вопрос. Межсезонье, в принципе, сейчас во всем украинском футболе. И мы будем брать и премьер-лигу, и первую лигу. Это сложный процесс. Никто не знает, как будет с командами. Тем более с нашей Николаевской командой. И, пожалуй, всех болельщиков интересует, как сейчас обстоит именно финансовая ситуация. И ситуация с тем, будет ли у нас в следующем сезоне во втором круге команда именно в том варианте, в котором она была в первом круге. И кто еще, может быть, будет вам помогать. Потому что все мы понимаем, что, наверное, сейчас в столь сложное время тяжеловато одному тянуть клуб. По сути, на сегодняшний день проблемы с финансированием футбола в Николаеве не решены. В течение полутора месяцев после того, как команда закончила первый круг. Я неоднократно встречался с городским головой. Был несколько раз у губернатора. Губернатор слышит, говорит, что помогать буду. С мэром пока у нас нет взаимопонимания. У него свое видение вопроса. Мне не совсем понятно. Процесс движется. Сегодня уже, по сути дела, люди приезжают, возвращаются с отпусков. Первых людей мы уже заселили в гостиницу. У команды нет своей базы. Мы вынуждены людей поселять в гостиницах. Подбираем сейчас съемное жилье. Мы снимаем где-то порядка 15 квартир. Вынуждены снимать и расселять людей на съемном жилье. Это достаточно серьезное неудобство. И в процессе, так скажем, управления командой, и организации тренировочного процесса, питания. В общем, это колоссальные сложности. Но, тем не менее, как-то мы тот круг, в общем-то, в этом режиме прожили. Сегодня буквально мне звонил председатель, президент федерации, председатель футбольной лиги Сергей Викторович Макаров. Интересовался, как у нас дела. Он интересуется регулярно. У нас сложились нормальные человеческие отношения. Я ему вкратце изложил. Он собирается к нам приехать. Я планирую сегодня выйти на Вадима Ивановича и договориться, на какой день он может приехать. Для того, чтобы организовать встречу с губернатором и с мэром по футболу. Исходя из информации, которую он мне сегодня высветил, он сказал, что на сегодняшний день проблемными в первой лиге чемпионата Украины являются две команды. Это команда футбольный клуб «Тернополь» и МФК «Николаев». Они ее волнуют. Говорит о том, что святое место пусто не бывает. Порядка пяти-шести команд сегодня хотят играть в первой лиге. Имеют финансовые ресурсы. И, естественно, с удовольствием ждут, чтобы кто-то отступил, кто-то сдался, кто-то снялся для того, чтобы занять их место. Так что вот вкратце. Все знают болельщики. Многие видели ролики в интернете и в полном объеме. Ту встречу, которую вы провели с мэром и болельщиками, можно было увидеть, что у мэра есть желание финансировать. Ну а как вы оцениваете? Какие-то, может быть, варианты вы находите точки соприскосновения или все-таки пока все остается на том же самом месте? Возможно, у мэра и есть желание. Но в плоскость практической реализации вопроса пока они не перешли. Почему? У мэра свое видение. Он считает, что панацея всех бед клуба – это общественная организация, которая такая-сякая. И вот если бы этой общественной организации не было, был бы клуб муниципальный, все было бы хорошо. Мое мнение абсолютно кардинально различается. Отлично от мнения мэра. Почему? Значит, ну как бы история учит Царство Небесное Владимиру Дмитриевичу. Нельзя его не вспомнить в этой ситуации. Почему? Потому что он долгое время занимался футболом, хорошо, плохо. Это можно об этом говорить и не передача сегодня об этом. Важно, что футбол был. Естественно, лихорадила команду и лихорадит ее сегодня. Но инструмент, при помощи которого реализовывал мэр Владимир Дмитриевич Чайко эти вопросы, он был вот таким. Если сегодня этот инструмент новый городской голова хочет поменять, я не возражаю, но это процесс. И его нужно пройти. Но при этом команда должна функционировать. Почему? Потому что сегодня самое простое написать заявление в профессиональную футбольную лигу, снять команду и дальше все. Дальше старой общественной организации нету. Можно создавать муниципальный клуб, в полном смысле слова, как это говорит городская голова, но тогда надо начинать все сначала, и на это уйдет больше денег. И время не один, и не два, и не три года, потому что есть очень достаточное количество команд, я уже говорил, не менее шести мне сегодня, Макаров назвал, которое желает играть в первой лиге. Значит, нужно перестраиваться в движении. То есть команда должна играть, люди должны ходить на футбол, должны решаться проблемы околофутбольные, футбольные, их очень много, начиная от стадиона, заканчивая материально-технической базой. И параллельно решать вопрос о принадлежности клуба. Для этого нужно вступать в диалог с общественной организацией, садиться за стол переговоров и двигать этот вопрос вперед. У меня есть полный список этой общественной организации, там все нормальные люди. Надо садиться и решать эти вопросы. Почему? Потому что на каком-то этапе это был инструмент для решения вопросов о функционировании клуба. Сегодня новый мэр видит вопрос по-новому, видит вопрос по-своему, я не возражаю, готов помогать, но главное у нас противоречит в его идеологии нужно все остановить и начать сначала. Я думаю, что в его каденции как мэра на два года, да, сегодня мы его выбирали, это не случится. То есть в его каденции команда погибнет, возможно в его каденции она начнет функционировать, но со второй лиги, а вот сколько лет уйдет и кто из мэров уже заведет команду в первую лигу, это вопрос с многими неизвестными и я не хочу делать прогнозы. А значит так делать нельзя. А значит нужно находить оптимальный вариант для того, чтобы команда играла и двигаться в ту сторону, в которую сегодняшний мэр, он как бы заказывает музыку, у меня нет возражений. Но вот так вот я вижу. Не убивать команду. В интерпретации той, которая сегодня предлагается, это убить команду. Вот против этого я протестую. То есть получается, что есть два варианта. В формате том, которым видит мэр, эта команда начнется в Коммунии? Команду надо снять. Да. Ну то есть команда сегодняшняя МФК Николаева, это команда, которая сегодня, если она сама себя не может финансировать, она должна заявиться в федерацию, сняться с игр чемпионата Украины. Ну есть примеры, когда снимались команды. Тут процедура простая. К сожалению, в украинском футболе сейчас. Да, но потом нужно все начинать сначала. При этом в этом году это уже невозможно сделать, потому что есть процедура даже заявиться на вторую лигу. Значит, это только может быть в 2017 году. Вот. Ну там есть процедура. И вот только в 2017 году. А дальше это надо набрать людей. Это надо все равно решать проблемы с материально-технической базой. В 2015 году мы с кровью вырвали какие-то копейки на юбилей стадиона на фасад и больше ничего. В 2014 году практически то же самое. Ну если реконструкция стадиона идет с 2006 года, товарищи, уже 10 лет. Сегодня стадион в Николаеве, ну наверное, я наберусь смелости сказать, что из областных центров он самый плохой. Сергей Анатольевич, ну мы видим, что вы все равно с оптимизмом смотрите в будущее. Пытаетесь найти любые варианты для того, чтобы футбол в Николаеве остался. Я знаю, что вы буквально недавно встречались с болельщиками. Что обсуждалось на этой встрече? К чему пришли? Может быть там какие-то варианты еще для себя нашли? Дело все в том, что у людей, естественно, у болельщиков, которые там присутствовали, там в основном были, или люди, которые работают с футболом, как кто там, Науменко был, значит, один из наших известных, уважаемых тренеров, Пономаренко был, Володя, они сегодня вместе вторую команду МФК тренируют. Вот были другие специалисты, тренеры, которые, в общем-то, околофутбольные люди и болельщики. Естественно, неправду говорить им нельзя. И потому им была сказана та правда, которая на сегодняшний день есть. Естественно, люди высказывали свое видение решения проблемы. Я пытался объяснить, насколько мне это самому понятно, да. Любое решение, оно должно находиться в правовом поле, начиная, там, к примеру, от просто сборов средств, там, заканчивая, к примеру, продажей билетов в чашу стадиона. Мы об этом тоже говорили. Сайты несколько не так это все потом высветили, да. Значит, я не призывал ходить по рынку и с баночкой собирать по 5 копеек на футбольную команду. Не призывал. Просто это был пример, что любое наше действие, оно должно находиться в правовом поле. Вот. И говорили о тех проблемах, которые есть. Одним из вариантов, которые я предлагал, возможный для, значит, классически для нашей Николаевской команды, или любой команды, значит, которая представляет интересы области, если нету людей, которые безграничны преданны футболу, к примеру, там, берем Карпата или берем, там, Шахтер, там, люди известные, которые занимаются этими командами, да, которые в состоянии эти команды вести, да. Тогда есть, так скажем, классика жанра. Это или народная команда, когда содержит народ, или команда муниципальная, такие есть примеры в Украине. Тот же Тернополь, там две команды. Одна из них муниципальная. Вот. Есть суржики команды. Это когда 25% содержит область, 25% расходов несет город, 25% непосредственно собственники, если это есть собственники, и 25% болельщики. Вот такой вариант есть. Так что мы рассматривали варианты, которые могли бы решить задачу, проблему нашего клуба. На сегодняшний день пока не удается, даже один из вариантов, пока вот только из ресурсов отчасти городские. И это каждый год такое было. И на встрече даже с болельщиками, нового городской голова цифры такие называл. Вот. И ресурсы спонсоров. Ну, в прошлом году это был завод, и это было несколько предприятий, которые работают с заводом, и мне удалось их, так скажем, увлечь этой идеей. Ну, и плюс Кривоозерская, которая традиционно помогает команде, значит, ну, она помогает своим продуктам. Сергей Анатольевич, ну, вот вы упомянули, только что сказали о формате Суржика, по 25% область, город, собственники. Для этого, да. Наверное, вы можете сказать, что это был бы идеальный вариант данной ситуации на данный момент для Николаевского клуба? Пойду к Вадиму Ивановичу, буду с ним говорить. У нас даже уже перед Новым годом я у него был, вот, он спешил, мы там с ним обменялись мнениями. Я говорю, Вадим Иванович, мне уже, мне остается только сесть у тебя в приемной, у вас в приемной и сидеть, ждать, так скажем, очередной аудиенции и решения вопроса. Он улыбнулся, сказал, воюю с мэром. Ну, вот, воюю с мэром. Ну, что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был депутат городского совета Сергей Анатольевич Кантор, человек, который заботится о футбольном клубе Николаев. Сергей Анатольевич, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и я думаю, что все у футбольного клуба будет хорошо.